История сериала Фейбл К слову, свой путь в качестве разработчика Питер начал именно с обмана 30 лет назад он занимался далекой от компьютеров деятельностью Продавал консервированные бобы в страны Ближнего Востока и Средней Азии И вот в один прекрасный день представитель компании Комодор Перепутал название фирм и случайно позвонил в офис к Молинье Предложив ему взять несколько компьютеров Амиго-1000 и написать для них базу данных Вместо того, чтобы объяснить собеседнику, что он ошибся номером Питер съездил навстречу, забрал компьютеры, а затем успешно написал требуемую программу По его словам, именно тогда у него родилась идея игры, позволяющая герою делать выбор между добром и злом Впоследствии Питер выкидывал номера и похлеще Однажды он показывал журналисту свой первый симулятор бога под названием «Попьюлос» И тот оказался в полном восторге Опасаясь, что при более глубоком детальном знакомстве с проектом журналист может к нему охладить Молинье напоил журналиста в ближайшем баре до полного бесчувствия Впрочем, тогда Питеру прощалось все В 80-х-90-х годах новаторские идеи сделали его идолом игровой индустрии И пока он создавал хиты и новые жанры, его словам верили безоговорочно И вот в начале 21 века Молинье решил создать грандиозный проект, который поначалу носил рабочее название «Проект Эго», а затем получил символичное имя «Фейбл», что означает «пасня» Для разработки требовалось много денег, и они нашлись благодаря контракту с корпорацией «Майкрософт» На радостях Питер сообщил журналистам, что собирается сделать из «Фейбл» ни много ни мало лучшую ролевую игру всех времен и народов Спустя 10 лет он признается, что считает эти слова величайшей ошибкой в своей жизни Но, как говорится, слово не воробей, тем более, что Питер на этом не остановился И продолжал сочинять увлекательные басни о том, насколько будет хороша игра Он сулил игрокам нелинейный сюжет, открытый и невероятно красивый мир, а также возможность влиять на него самым серьезным образом После релиза Молинье пришлось публиковать официальные извинения, в котором он просил игроков простить его за невыполненные обещания Он объяснил, что не врал, все, о чем он рассказывал, находилось в разработке, но по разным причинам в игру так и не попало Например, растущие в реальном времени деревья выглядели отлично, но требовали аж 15% мощности приставки Xbox Игроки, которые не привыкли, что перед ними извиняются, тут же растаяли и простили дядю Петю, тем более, что игра у него получилась действительно отличной Больше всего игроков потрясало совершенно невиданное внимание к деталям Хотя локации в игре были очень маленькими, в мире Альбиона можно было провести не один час, просто прислушиваясь к разговорам случайных прохожих Слоняясь по барам, устраивая драки, побеждая в конкурсах по пинанию куриц, а также склоняя местных красавиц Красавчиков, кому что нравится, к интимным отношениям Вселенная Фейбл жила собственной жизнью, и главный герой жил вместе с ней Старел, обзаводился шрамами, наращивал брюшко от сытой жизни или накачивал мускулы от усердного махания мечом Игра дарила игроку ощущение невероятной свободы, оставаясь при этом совершенно линейной Все наше приключение было расписано от начала до конца, но в отношении с окружающими у игрока всегда был выбор Поступить ли, как подобает рыцарю, на белом коне, или же вести себя, как последний негодяй По ходу игры у плохишей отрастали рога и портились отношения с людьми, а праведники обзаводились симпатичным гимбом Первая часть Фейбл так и не стала лучшей РПГ всех времен, но при этом завоевала более 50 наград И на момент выхода была самой быстро продаваемой игрой для приставки Иксбокса Заявив, что первый блин вышел комом, Питер начал готовить лучшую ролевую игру в истории за номером два Наученный и горьким опытом, в этот раз он решил не давать волю своей фантазии Разве что позволял себе порой немного преувеличить, обещая совершенно непредсказуемый сюжет, бесконечную реиграбельность и невиданную интерактивность Фейбл 2 стала более масштабной и серьезной, хотя в этом был и определенный минус Игровой мир отчасти утратил шарм ярмарочного балагана первой части В сюжете появилась некая нелинейность, серьезный выбор можно было сделать всего пару раз Зато каждый побочный квест мог повлиять на картину мира, причем порой самым непредсказуемым образом Легким движением руки герой мог стереть с лица Альбиона целую деревушку Или же сделать из нее процветающий городок, организовать разгул преступности Или наоборот установить на местах закон и порядок К сожалению, чересчур простой геймплей часто обесценивал сложную механику взаимодействия с игровым миром Если в первой части возможность прожить вместе с персонажем богатую и насыщенную игровую жизнь Была лишь приятным дополнением к сюжету То Фейбл 2 вполне мог соперничать с популярным симулятором жизни Симс 2 Герой мог работать барменом, обустраивать свой дом, флиртовать и заводить романтические отношения И даже забеременеть и родить ребенка Само собой, эта возможность была предусмотрена только для персонажей прекрасного пола В игре можно было просто жить, но, увы, рано или поздно радости виртуального мирка приедались И приходилось возвращаться на тропу приключений А там игрока ждали кочки, буйраки и скомканная концовка Выскажи желание От твоего выбора зависит судьба всего Альбиона Ролевая система и поединки были примитивны А единственным наказанием за гибель на поле битвы служил свежий шрам на теле Хватало и других недостатков, и Питер Мулинье охотно в них сознавался Когда выяснилось, что более половины игровых возможностей никто не использует Он назвал себя, цитируем, «бездарным ублюдком» Одновременно глава дизайнерского отдела студии Lionhead Джош Эдкинс Раскритиковал в пух и прах однокнопочную систему боя Fable 2 И заверил, что уж в третьей части они точно сделают все как надо Именно тогда появились первые карикатуры, изображающие формулу создания Fable Сначала надо сказать, что новая часть будет очень крутой После релиза сказать, что все вышло хуже некуда И пообещать, что уж следующее это точно станет шедевром А потом повторить все с самого начала И хотя Питер публично зарекся больше не хвастаться Репутация сказочника закрепилась за ним, похоже, навсегда И не напрасно В Fable 3 так и не появилась обещанная PvP А ролевая и боевая системы стали еще проще В Fable 3 сохранился фирменный юмор Забавные сценки и диалоги Но теперь игра была уже по-настоящему серьезной А местами даже мрачной и жестокой Яркие цвета потускнели Герой из второй части превратился в главного злодея Милые пасторальные пейзажи сменились индустриальными кварталами В Альбионе образца Fable 3 дети гнули спину на заводах А правительство превращало сиротские приюты в бордели Беспорядочные связи теперь могли привести не к большой и чистой любви А к венерическому заболеванию Главным нововведением на этот раз стал необычный сюжет Игроку предстояло не только победить зло, свергнув старого короля с престола Но и занять его место После чего немедленно выяснялось, что сиротские приюты это лишняя трата денег А вот бордели наоборот Очень доходный бизнес, который решит многие государственные проблемы Моральный выбор теперь далеко не так очевиден А потому и внешность героя менялась слабо Здесь не было больше однозначно плохих и хороших поступков И самые положительные герои не могли надеяться на нимб Ведь за их спиной в любом случае останется кровавая революция и горы трупов Фейбл 3 неплохо продавалась Но не обошлось без глюков и недоработок Молинье, разумеется, немедленно покаялся Заявив, что берет на себя всю ответственность за то, что игра не соответствует современным стандартам качества Казалось бы, начинается новый цикл создания Фейбл В котором разработчики обещают исправить все к следующей части Однако, летом 2010 года Питер заявил, что студия решила отдохнуть от Фейбл И заняться чем-то новым Вот только у Майкрософт были другие планы И уже через год на выставке E3 дяде Пете пришлось рассказывать о новой революции в жанре Под названием Фейбл The Journey для контроллера Kinect А весной 2012 года на Xbox Live вышла детская аркада Fable Heroes На этот раз заставить публику поверить в то, что все будет очень круто, оказалось сложнее обычного Если на выход Fable Heroes многие вообще не обратили внимания То анонс Fable The Journey стал причиной настоящего скандала На демонстрации показали совершенно рельсовую игру, где игрок не мог толком управлять ни персонажем, ни камерой Вопреки традициям, Питеру пришлось извиниться еще до релиза, говоря, что анонс вышел неудачным И что ни о каких рельсах речи быть не может Управление персонажем к релизу обязательно доделают, так что можно будет гулять в любом направлении Минувшей весной стало известно, что после завершения работы над Fable The Journey Питер покинет студию Lionhead Может быть, Microsoft не позволяла Малинье рассказывать журналистам новые басни Или же под дулом пистолета заставляла его расхваливать контроллер Kinect А по официальной версии он просто соскучился по свободе творчества Как бы то ни было, великий геймдизайнер распрощался с созданной им самим студией И подался в независимые разработчики А потому славной традиции пришел конец Наверняка мы услышим еще немало новых басен о серии Fable Но рассказывать их будут совсем другие люди Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова